Всем привет! Сегодня приготовим бисквит на горячем молоке. Очень вкусный, мягкий, пористый и румяный бисквит, который подойдет для любого торта. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты. Это яйца, сахар, мука, молоко, сливочное масло, соль, разрыхлитель и экстракт ванили. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала 3 яйца разделяем на желтки и белки. Я буду замешивать тесто обычным ручным миксером. Если же у вас есть планетарный миксер, то этот этап можно пропустить и не разделять желтки и белки. Далее все белки отправляем в миску, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером. Когда на поверхности начинает появляться вот такая пенка, добавляем 140 грамм сахара и продолжаем взбивать. Взбиваем до мягких пиков. У меня обычно этот процесс занимает в среднем 5-7 минут. Обратите внимание, должны получиться на венчиках вот такие пики. Значит, белки достаточно взбиты. И теперь добавляем к белкам сразу все желтки. И взбиваем еще несколько минут на низких оборотах, так, чтобы не перебить белки и масса осталась пышной. Затем в 140 грамм муки добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. И начинаем просеивать в ранее замешанную массу. Просеивать я рекомендую обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. Делаем это постепенно, просеиваем муку частями. И аккуратно перемешиваем с силиконовой или деревянной лопаткой. Плавными движениями снизу вверх. Друзья, а пока я перемешиваю, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь на мой канал. Видео выходят регулярно во вторник и пятницу. Далее 100 миллилитров молока смешиваем с 50 граммами сливочного масла. И подогреваем до горячего состояния, либо в микроволновой печи, либо на плите, так как вам удобнее. Все хорошо перемешиваем, чтобы сливочное масло полностью растворилось. И вот так по краю емкости аккуратно с помощью столовой ложки частями добавляем горячее молоко, растопленное со сливочным маслом. Все аккуратно перемешиваем и добавляем следующую часть молока. Также я добавлю 1 чайную ложечку экстракта ванили. Экстракт ванили это по желанию или по вкусу, его можно не добавлять, или вместо добавить ванильный сахар. Я люблю присутствие ванили в бисквитах, так получается особенно вкусно. Аккуратно продолжаем вмешивать оставшееся молоко. Тесто должно получиться не густое и в то же время воздушное. Обратите внимание на консистенцию. Далее подготавливаем формочку. Я буду использовать разъемное кольцо диаметром 18 см. Я его хорошо укрепляю фольгой. Фольгу я сложила вдвое. Также я выложила диск пергаментной бумаги и выкладываю тесто. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Запекаем бисквит ориентировочно 25 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой или легким нажатием пальца в середину бисквита. Затем даем бисквиту немного остыть и извлекаем его из формы. Посмотрите какой красивый, пышный и румяный получился у нас бисквит. Для того, чтобы бисквит было легче разрезать, я заворачиваю его в пищевую пленку и убираю отлежаться несколько часов или всю ночь. Затем с ним будет легче работать. Посмотрите какие красивые коржи у нас получились. Получается очень вкусно. Это отличный рецепт для любых бисквитных тортов. Берите себе на заметку. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. С вами была Виктория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова